Добрый день! Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! А можно вас поздравить? Поздравьте меня! С праздником любви! Мы организовали акцию, где люди со всей Украины, со всего мира писали письма. Не поздравляю с ним святого Валентина, а просто передаваю свою любовь людям на Майдане. Отлично! Одно письмо возьмите вам! Спасибо, прочитаю. Вот мы обязательно зачитаем это письмо. Видите, что здесь достаточно... Да, спасибо! Вот, оказывается, у нас здесь есть поклонники. В общем, революция идет в Россию, потому что, когда закончится она здесь, пусть это продлится и месяц, год, два, но она закончится когда-нибудь. И мы все, конечно же, будем болеть теперь за Россию, чтобы Россия избавилась от своего диктатора Путина и пустила в себя весь цивилизованный мир. Чтобы та коррупция, которая кишит буквально в Кремле, которая поработила эту страну, потому что Россия, так же как и Украина, страдает от коррупции и запутанных налогов. И единственное, что у России есть, это газовая труба и нефть, которые бездарно растрачиваются правительством Путина. И это все должно быть уничтожено. Поэтому москвичам надо готовить шины, придется немножко подкоптить и вашу власть. И я думаю, что вот эта репетиция перед большими событиями в России. Ну и надеюсь, что у вас в России оно произойдет безболезненно, без жертв и особого насилия. Потому что когда бьют диктатора, оказывается, что он не такой сильный. В чем оказался слаб Янукович? В том, что у него просто не хватило ни денег, ни сил. Мы пойдем туда, да? Достаточно громко здесь звучит музыка. И сегодня, в День Валентина, хочется пожелать любви россиянам. И я понимаю, что многие демократы со слезами на глазах смотрят на то событие в Украине. И пожелать быть посмелей.